Субтитры сделал DimaTorzok Пизда твоим пальцем Ладно, уже не будем вот так вот рубить, да? Вам нихуёво так поебаться с чашкой Охуенная чашка Тяжёленькая Пиздец, как это нахуй курить? Йоу! Ребят, всем привет, с вами Дао И сейчас мы находимся в магазине Huka Market, который находится в Реутове Так вот, и сегодня у нас будет здесь обзорчик, знаете Наверное, дядя Серёжа меня простит Но у меня дико в какой-то момент подгорело Вначале я думал, заебись, крутяк Охуенно! Но потом мы покурили И сделали вывод Если бы эта чашка стоила бы примерно Ну, тысячу рублей Что и так для неё дорого Было бы вообще заебок И претензий к этой чашке бы вообще никаких не было Но Эта чашка стоит, угадайте, сколько? Три с половиной тысячи рублей И давайте, собственно, посмотрим Что за три с половиной тысячи рублей мы получим Это чашка от компании Fregat Которые делают всеми любимый Fregat, да? Под названием Огонёк Идёт она вот в такой вот коробочке Очень красиво, очень хорошо Кстати, у них есть теперь вторая модель И она чёрного цвета Давайте, собственно, вначале изучим Нашу всю эту коробочную тему Чашка Fregat Огонёк Это уникальное изделие на рынке кальянов Впервые были использованы знания и опыт Которые помогли нам создать продукт Саморегулирующий процесс курения Она что будет? Сама, блядь, на ней уголёчки менять? Сама продуваться и сама куриться? Непонятно Чаша Огонёк это устройство, которое должно иметь Которое должен иметь любой кальянный мастер, блядь Или обычный любитель кальяна в своём арсенале Чем отличается кальянный мастер от обычного любителя кальяна? Вопрос, чем же? В том, что кальянный мастер это красивое слово Которое чуваки начинают клеить на себя Этот ебучий шильдик кальянного мастера? Непонятно Чем отличается кальянчик от кальянного мастера? Вот ответьте мне И каких пор, блядь, ты становишься мастером? Ты прошёл, блядь, какое-то супер-пупер обучение Где тебя, блядь, назначили кальянный мастер Ну, короче, да Я, в принципе, согласен Чашка для кальянных мастеров Кальянчики, лучше к ней не прикасайся Она недостойна вас Так вот Идём дальше Мы открываем и видим Тут что? Тут, конечно же, охуенный стикер-пак Серёжи Путкова Да, это круто К этому претензий нет Стикер-пак огненный Огонёк Три Серёжи Путкова С бонгом, с кальяном И ещё раз с бонгом А, с медвахом И, собственно, сам фрегат Здесь мы тоже видим Вот такую вот прикольную надпись И давайте, собственно Я сейчас всё здесь зачитаю Что здесь написано Чаша для кальянного табака Которая воплощает в себя знания Традиции и страсть Которые мы испытываем Во время курения кальяна Я и моя команда от души Желаем вам испытать лучшие эмоции При использовании вашего продукта Я бы здесь немного изменил Я и моя команда от души Желаем вам нехуёво так поебаться с чашкой Чтоб на ней всё-таки нормально покурить Это всё не просто так Мы всё это курили, тестировали И всё-таки я думаю А похуй Сниму Да? Собственно, вот За вот это, грубо говоря Мы платим 3,5 тысячи рублей То есть, когда я видел эту чашку на фотографиях Я думал, заебись Не ржа, блядь Охуенная чашка Тяжёленькая Как положено Думаю, наверное, Серёжа знает толк в чашке, да? И она будет реально круто куриться Теперь давайте разбирать Её вес вместе, ну, 130 грамм, наверное Может, ну, 200 грамм она весит Ну, меньше, чем пачка Танжа стабильно Значит, соотносительно меньше 250 грамм Спектру У нас есть спектру 100 граммовый В принципе, да 150-200 она весит Давайте разбираться Чашка не новая Чашка уже в бывшем употреблении И мы видим, что она Буквально с пару раз теряет весь эстетический вид И выглядит она уже сразу не очень Да Кали-чашка для соло-покуров Такой хот-шот Она идёт сразу с калаудом Да, назовём это так Устройством, да Контролирование жара И выглядит, собственно, она вот так Здесь есть радиатор Который спасает ножку от перегрева На самом деле, нихуя он не спасает И после 20 минут курения Твои пальцы могут превратиться, блядь, в сосиски на гриле наху Потому что здесь идёт вот такая вот перфорация И если ты, сука, её решишь вот так взять Пизда твоим пальцем Далее, по минусам сразу Давайте пройдём Серёжа, Серёжа, блядь, ты не первый год в кальяны Ты должен знать строение всех кальянов Вот скажи мне Хоть один кальян, кроме хуба У которого коннектор, блядь, ровный Под чашку Почему вы не сделали здесь на сужение? Ну, реально, невозможно её посадить нормально на резинку На салфетку, в принципе, сажается, но история одинаковая Далее, идём с перегревом Вот этот радиатор, но он нихуя не работает В каком-то моменте у нас было такое, когда мы прокуривали, что у нас просто прикипел калау Так прикипел к чему? Потому что чашечка наша, она немного расширилась и зажала вот так вот И мы как дураки, блядь, остужали эту чашку, чтобы покурить следующий табак Далее Ты её также не снимешь руками И будет придётся ждать, пока она остынет Либо нужно сразу в комплекте вот сюда Наложить Перчатку кухонную, знаете, прихваточку такую Чтобы было удобненько работать Короче, я считаю так, что данный продукт сделан для того, чтобы просто срубить с ребят бабла Не больше Три с половой дорого Допустим, я когда-то думал, что мои чашки по 800 рублей, они пизда какие дорогие И я пытался найти способ уменьшить их цену Чтобы, наконец-то, они как бы были более объективной такой цены, да, стандартной За которую мне жалко было отдать денег Но потом я увидел чашку от Серёжи Путкова и понял Бля, а можно ведь уже и не париться Так, у меня также есть новый вкус спектрума Это вино Давайте, собственно, мы его тоже так же протестируем на этой чашечке Чашечка не заточена под фрегат Она сделана только для, как бы, ну, для обычных табаков тоже В том числе спектрум, в том числе дарксайдик и всё остальное А вот спектру начал ложить прикольную бумажку Нет, как бы всё меню, да, то есть Всё меню Так Сейчас мы попросим дать нам какое-нибудь шило, да, чтобы табачок наложили Так Чашечка, как бы, возможно, вы подумаете, что чашечка очень мало жрёт А пока на самом деле нет Сюда можно положить стандартную порцию табачного листа Так, чтобы было, ну, не прям по-печовски, да, когда ты там 2-3 грамма выкладываешь в чашку, бля, и думаешь Пиздец, как это нахуй курить Так, сейчас мы всё это выложим Люблю такую тему Также, да, я думаю, ничего нового Металлические чашки были Кая делала металлические чашки Много кто делал металлические чашки И все они были провальными При том, что чашки были гораздо тяжелее И из настоящего, из настоящей нержи даже были чашки И они реально стоили дешевле Почему я, собственно, сижу здесь и возмущаюсь, да В том, что нахуя ставить цену в 3,5 тысячи рублей Откуда цена эта вообще появилась? Чем эта цена аргументирована? Меня реально прям подпекло Так, короче, да, мы всё выложили Так, сейчас мы это всё аккуратненько вот так примнём Как раз прям И попробуем насадить всё-таки на резинку Но она буквально коннектится, наверное, на миллиметра 2-3 Поэтому я думаю, лучше бы нам сюда принести салфитосы А, нет, не надо Вроде нормально, но не уверен У нас есть вот такой вот кола Вот и мы сейчас, собственно, всё загрузим вот сюда Так, давай, братуха, бросай Три-четыре Давай, три половины Только А я думаю, он провалится прям идеально, нет? Нет, поместится А, мне кажется Вот чуть-чуть бы и поместится Ладно Короче, поставили мы всё это греться В данный момент, да, чтобы потрогать То есть к колауду, назовём это будем так, да Уже в принципе нельзя прикоснуться Потому что он моментально нагревается Через какое-то время Начнётся нагреваться сама чашка Потом нагреется радиатор И потом нагреется, собственно, само перфорированное такое основание И всё Ты эту чашку не сможешь руками ни поправить, ни снять Да? Давайте подождём, пока всё это у нас нагреется Так, что у нас происходит? Прошло некоторое время Радиаторчик у нас уже прогрелся А почему нет крышки? Или крышкой это уже не модно? Всё, я думаю, можно потихонечку всё это взрывать И посмотрим, как это будет у нас курица Заодно и, наверное, протестируем сразу новый вкус Спектрума это вино Я думал, на какое-то определённое количество покуров Запах этого алюминия и запах металла пройдёт То есть, когда мы первый раз её взрывали Мы столкнулись с такой вещью, что Просто запах алюминия Наглухо нахуй Просто убил привкус аромата листа А, аромата табака Я уже понял, что Серёга обидится по-любому Но, блядь, а хулить делать? Да? Надо Надо это делать Так вот Давайте, собственно, теперь немного оттолкнёмся В принципе, ножка уже достигла той температуры В которой вот под крайний раз можно прикоснуться Если сейчас я её отпущу и ещё пораскуриваю немного Всё, к ножке я уже не прикоснусь Потом пойдёт маленькое расширение металла И, собственно, ножка начнёт болтаться А там же, возможно, и калаут может не сняться Поэтому придётся всё это, соответственно, остужать Что касается самого курения И давайте, ладно, уже не будем вот так вот рубить, да То всё хорошо За счёт, ну, не считая того, что идёт привкус самого металла Она курится, она не пережигает табак какой-то период времени, да Но почему-то появляется такое ощущение, что Жар куда-то постоянно уходит То есть, это металл, это не клина Металл не держит температуру Он идёт под постоянным нагревом просто Всё в реальном времени Всё в реальном режиме Всё Я уже не могу больше, наверное, 10 секунд Держать руку на ножке Которая по замыслу должна быть колодной За счёт этого радиатора Но смысл от радиатора Это просто эстетика Это просто красиво, но никак не практичная часть Мне также интересно такой вот именно момент Если у меня колян из полициталя, да Вот, допустим, у меня под блюдцем идёт накладка из полициталя, да Ну, я не могу себе позволить колян из нержи И я тут бросаю чашечку, и она начинает перегреваться И эта чашечка потом начинает нагревать шахту Будет ли пизда полициталя, тоже непонятно Но было прикольно, если он поплавился Вино От Спектрума Прикольный вкус, прям по горлу не бьёт И сильно так, прям, ну Я думал, будет какой-то притарный вкус Вина такой, знаете, виноградный Притарный вкус, но нет, на самом деле прикольно В чистую немного он Беловат, то есть, ну, немного такой прозрачный Вот его бы как-то наполнить было бы вообще круто Давайте, мы сейчас его немного покурим Так, ну, вы прокурили какое-то время, наверное, минут 10 и попиздели Курица нормально, я не спорю Курица как обычная хорошая чашка Курица реально нормально То есть, не перегревает она табак Жара бывает моментами не хватает даже Вот в этом, да, плюс Но практическая часть, она, блядь, нулевая Просто практическая часть дерьмо Я сейчас не смогу Блядь, руками Поправить чашку Либо ее, сука, снять Я ничего не могу сделать с чашкой С руками На которых нет, блядь, прихваток Она начнет, она уже потихоньку начинает шататься А, блядь, опять обжегся Перегрева нет Сережа, ты молодец в этом плане Но По практической части Лютое дерьмо А по ценовой Части Лютое дерьмо Ребят, три с половой за кусок алюминия, блядь Это реально же алюминий? Это алюминий? Это алюминий? А ведь он может, сука, и заржаветь еще Да, анодированный, блядь Чашка из анодированного алюминия, блядь Давайте-ка, собственно, датчик попробуем сделать Попробуем сейчас, как мы и договаривались Приподнять калаут И посмотрим, что из этого выйдет Опа Привет-привет Так Выглядит, собственно, вот так Вот мы поставили три уголечка Вот эта часть Вот эта часть Она Неебически горячая Просто нереально И давайте, собственно, попробуем поднять Я вам сразу скажу В прошлый раз я не смог поднять Потому что он у меня припекся В этот раз Конечно же, все окей Но, возможно, нам нужно будет еще Какое-то время покурить И мы, собственно, столкнемся с такой же проблемой То, что курица, окей Но Сука Не за три с половой, блядь Это три с половиной тысячи за чашку Конечно же, да Это может Как вам сказать Это его право ставить такую цену А мое право эту цену критиковать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok